Но в целом то, как их сердца на это смотрят, Кадыров знает. И вот наша сейчас задача показать это Кадырову, не дать сбыться вот этим вот его прогнозам, его желаниям, показать, что мы в восторге от того, что было сделано Джумаевым, что мы его уважаем, мы его любим. В общем, Джумаев, он мужчина, Джумаев, он красавчик, он молодец. Свободу Джумаеву и плохой конец Кадырову. Итак, вчера Кадыров провел совещание, касающееся вопросом пандемии, но оно было не столько о пандемии, сколько о Джумаеве, Саиду Мохаммаде. И Кадыров, в общем, просто разразился критикой, даже не просто критикой, а оскорблениями в адрес Джумаева. И было видно, насколько этот инцидент, этот вопрос с Джумаевым его сильно раздражает. Я предлагаю нам, по-моему, три минуты вырезка из этого его обращения. Я предлагаю это посмотреть. Я взял это на канале АДАТ. Они сделали перевод, очень хороший перевод, за что я выражаю свою благодарность, что мне не пришлось делать субтитры на этот ролик. Итак, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 для того, чтобы у Путина не было проблем с чеченцами. Понимаете, он его поставил туда наместником и сказал, ты можешь творить там, в Чечне, все, что ты захочешь. Мы тебе все простим, во всем тебя прикроем. Делай все, что хочешь. Но с чеченцами и с Чечнёй у нас проблем быть не должно. А вот Джумаев, он чеченец, и он создал проблему. Он выступил мужественно на акции протеста, тем самым воодушевил людей, он стал народным героем для протестующих, и это для Кремля проблема. Соответственно, претензии возникают к наместнику, поставленному для того, чтобы этих проблем не было. И поэтому отсюда и раздраженность этого наместника, это неприкрытая просто его зависть к этому парню и раздражение тем, что он сделал. И те аргументы, которые он приводит, что, мол, если ты, это типа не мужество, потому что он, видите ли, после этого убежал. Он там, он не стоял, значит, дальше он не сдался этим властям, тем самым он не отстоял свою позицию до конца. Говорит Кадыров. То есть он должен был, Кадыров, я его цитирую, он должен был свою позицию отстаивать до конца. Говорит человек, который должен был нам, наверное, также показать пример отстаивания позиции до конца. Но мы сейчас можем бесконечно приводить примеры преступлений Кадырова и в Чечне, и в России, и за ее пределами, где они поступают совершенно недостойно и никогда на своих позициях до конца не стоят. Давайте начнем с убийства, допустим, Умара Исраилова в Вене в 2009 году. Убивший его, Леча Богатырев по прозвищу Бий, более известный у нас в Чечне, он сейчас служит в кадыровской полиции. Он убил Умара Исраилова и сбежал. Но если следовать логике Кадырова, он должен был до конца стоять на своей позиции, убить, значит, Исраилова и сказать, заявить властям Австрии, что это вот моя позиция, и я на ней теперь до конца стою. Но он этого не сделал. И Кадыров его за это не назвал козлом, он его не раскритиковал. Наоборот, он его за это вознаградил, дал ему высокую должность в структуре МВД России, и теперь он до сих пор там работает и чувствует себя вполне вольго. Давайте возьмем совсем недавнее событие, убитый в начале 2020 года Имран Алиев, более известный по прозвищу Мансур Старый в интернете. Убивший его человек, нанес там сто с лишним ножевых ранений, и после этого не заявил французской полиции, убийство произошло в Франции, он не заявил французской полиции, что вот это вот моя позиция, и я буду на ней до конца стоять, вот я, значит, его из-за своей позиции убил. Нет, он вместо этого сбежал обратно в Россию, Кадыров его также принял в Чечне, он сейчас тоже чувствует себя там вполне вольготно. Давайте возьмем убийство Анзора из Вены, Мамихана Умарова. В его случае человек, убивший его, после убийства тоже не заявил, это моя позиция, я буду на ней стоять. Он был пойман во время попытки бежать. Его задержали. Сейчас он, хорошо, что он сейчас находится в австрийской тюрьме, но не от того, что он заявил, что это его позиция, и стоял там, ждал полицию. Нет, он убегал, и его поймали. И заметьте, в отличие от них, от всех перечисленных, а, кстати, их перечислять можно еще очень долго, там много разных убийств. Возьмем Наталью Эстемирову в Чечне, убитую в Чечне и сброшенную в Ингушетии, его тело было выброшено в Ингушетии. Возьмем, да сколько этих убийств? Анна Политковская, Пол Хлебников, Ямадаевы, Байсаров. Никогда не было такого, чтобы убивший их стоял и отстаивал там свои позиции. Такого не было. Единственное, где вы можете привести пример того, что вы типа отстаиваете позиции, это когда вы убиваете так называемых участников бандформирований, когда вы проводите спецоперации, как гиены налетаете на нескольких или на одного, убиваете, применяя всевозможное оружие, технику в этом мире. В этом случае, если вы это имеете в виду, отстаивание своей позиции, то нет, это неподходящий пример. И вот заметьте, в отличие от всех этих перечисленных мной ситуаций, Джумаев как раз-таки голыми руками попер против хорошо экипированных, вооруженных полицейских, ОМОНовцев, достойно сразился с ними, затем был спрятан участниками этой акции протестов и после этого скрылся. И в этом нет ничего зазорного. Кадыров, конечно, решил это все представить в таком выгодном для него свете, что выгодном перед Путиным. Ему нужно было перед Путиным это как-то показать в презентабельном таком свете. Но это очень слабые были доводы. И в целом Кадыров знает прекрасно, что наш народ в большинстве своем не разделяет эту оценку Кадырова, оценку Джумаева, сделанную им Джумаеву. Народ не разделяет. Народ гордится Джумаеву. И вот эта вот позиция, высказанная Кадыровым, она нуждается сейчас в ответных каких-то актах, действиях. Поэтому ответными действиями должно быть повальное одобрение Джумаева. Сейчас мы, те люди, которые в состоянии открыто, скрыто, инкогнито как-то выразить свое мнение по поводу Джумаеву, Джумаева сейчас должны это сделать. Он должен увидеть эту массовую реакцию. Да, они сейчас будут очень сильно своим проплаченным троллем, хотя почему проплаченным? Это бесплатная рабочая сила, рабы, которые трудятся на Кадырова. Они будут с помощью этих людей сейчас создавать видимость того, что в народе в целом недовольны Джумаеву. Им сейчас нужно показать, что нет, довольны. И самое, что интересно, довольны даже те, кто в окружении находится Кадырова. Такие люди, как тот же Джумаев, допустим, который после этого сейчас удалил этот пост. Но то, что он изначально его опубликовал, мы же понимаем, что в целом ему понравилось то, что этот парень сделал. И мы понимаем, что в окружении Кадырова людям это нравится, им это понравилось. Сейчас они, конечно, вынуждены будут говорить то, что хочет Кадыров. Сейчас они там все у себя потерли. Но в целом их, то, как их сердца на это смотрят, Кадыров знает. И вот наша сейчас задача показать это Кадырову, не дать сбыться вот этим вот его прогнозам, его желаниям, показать, что мы в восторге от того, что было сделано Джумаевым, что мы его уважаем, мы его любим. И все эти попытки его дискредитации, показывания каких-то роликов, что он что-то там, он танцевал, видите, или в какой-то компании там. Я вообще, честно говоря, это смешно. Я не понимаю, для кого это, для чего это все делается. Кто потребитель этой информации, кто посмотрит это видео и скажет, ух ты, оказывается, такой плохой был парень, недостойный, ты смотри. Кто на это обратит внимание? Кого это волнует? То, что он в целом не святой мальчик, наверное, а кто из нас святой? Это и так все, я думаю, понимали. И самое интересное, те, кто это сейчас распространяют, это ведь кадыровские паблики. А что же вы сразу же на фоне этого не распространяете бесчестие, творимое вашим падишахом? Вы говорите, что Джумаев там, видите ли, в каких-то компаниях был, которые, компании, которые пили, там были девушки. Это, конечно, в целом, как бы неодабриваемые вещи. Это понятно. Но вы-то, как говорится, чабу мычало, вы сначала вопрос со своим падишахом решите, который, в отличие от Джумаева, гораздо более грязные вечеринки устраивал. В отличие от Джумаева, просто обнимался неприлично со своими гостями. Вы смотрите на это, не вам говорить о подобных вещах. Что бы там не сделал, какие бы, какое бы плохое поведение он не демонстрировал когда-то, хотя по этим роликам абсолютно ничего не видно сверхъестественного, но в целом, это не повод для того, чтобы дискредитировать человека. Возможно, он уже раскаялся за то, что он делал. Может быть, еще раскается, у него все впереди, иншаллах. Для нас важно то, что он именно там, на этой акции, проявил мужество. Его за это возлюбили, а не за какие-то его там прошлые косяки, если даже они у него были. Хотя то, что вы показали, это нельзя назвать какими-то косяками. Какую-то песню выкладывают, что якобы это он ее поет. Может быть. Если это так, то это нехорошо. И опять-таки, это вещи, которые нужно исправлять, но ни в коем случае не дискредитировать, не аннулировать то, что было сделано Джумаеву. В общем, Джумаев, он мужчина, Джумаев, он красавчик, он молодец. Свободу Джумаеву и плохой конец Кадырову. Субтитры создавал DimaTorzok